Друзья, всем привет! У меня вторник и я нахожусь на паркинге возле аэропорта. Зачем я сюда приехала? Для того, чтобы подарить вам возможность бесплатно припарковаться. Все условия, а это розыгрыш, смотрите в самом конце видео. Сейчас распаковочка и я приветствую вас в этом новом влоге. Поверьте, мне будет очень много интересного. Это распаковочка, чек, что мы купили сегодня в магазине Риме на 38 евро. В магазине, я не сразу сгромотница, у нас не все из Латвии, кто не знает, это магазин канцелярии детской. И там мы оставили 12 евро. Вилли и Еве гневничок. Самый обыкновенный гневник. Шли дебаты, нужен ли он вообще нам, будем ли мы им пользоваться. Нужен. И он вот такой вот прекраснейший, с тверденькой обложкой. Я уже думаю, не буду заморачиваться, с мягкими. Но красивый, да? Прямо в Риге купить тетрадки по русскому языку. Их мало где можно найти. Но в Яне с Розой мы нашли. Фишка в том, что эти тетрадки с косой линейкой. Было видно, не было. В общем, нашла я только два вида таких тетрадок. Взяла 6 штучек. Нам надо. Потому что русский Ева изучает как факультатив и ходит на дополнительные занятия. Два вида. Аллы ложечек побольше, поменьше. Потому что тетрадки тоже. Одни покрупнее, другие поменьше. Ну, надо что делать, иначе эти тетрадки будут выглядеть как из папочки. Вот и все покупки из Яне Розы. Вообще, надо сказать, что канцелярия в этом году стоит так нормально. И теперь самое главное. У нас сегодня царь стола. Это рыбка. Лососик. Сейчас в Римчике она стоит только 10 килограмм. Сначала говорю, хочу хвост. Режьте мне хвост. Она только хвост не отрезала. Ну, ладно, давайте головой уху тоже сварим. А я вот думаю, что ли на сковородке стейками просто пожарить. То ли в духовочке запечь. Вы наверняка уже видите, что я из этого приготовила. Я еще не знаю, что будет. Но я точно хочу, чтобы было много-много чесночка. И чтобы рыбка была невероятно сочной. Очень люблю вот эту масляную фасоль. 3 евро килограмм сейчас она стоит. Ее слегка отварить. Конечно, почикать вот эти кончики, зачистить. Чуть-чуть отварить, а потом обжарить на сливочном масле. Очень-очень вкусно, полезно. Хлебушек вот такой с чесночком. В прорезях уже есть маслица, сливочное, чесночок. И зеленушка. Очень такой любят. Пусть тоже будет. Кстати, ценой сейчас только по 75 центов. На завтрак. Сурочки Карлс 6 плюс 1. Единственное, я хочу посмотреть, какого они размера. Стандартного или нет. Стандартные сурочки, самые обыкновенные. Так вот, один сейчас в Римчике стоит 37 центов. Умножьте 37 на 7. Сколько будет? Потому что цена вот этой упаковки была 2,49. Фруктиков взяли. Ой, у меня, кстати, здесь на столе лежат мамины помидоры. Мамины. Девочки, мальчики. Ах, смотри, какие красивые. Они, конечно, принялись в распаковку, но сегодня будем делать хреновину. Вот такой соус. Ну, стояли, мне на глаза попались. Хреновину с чесночком. Два ингредиента. На 3 килограмма помидор всегда идет 1 килограмм чеснока. Ну, и леди, видите. И соль. Все, больше ничего, соль по вкусу. Очень долго такой соус стоит. Блендерите или через мясорубку. У меня здесь на Ютубе, кстати, тоже есть этот рецепт. Вот так, по-быстрому. Сейчас хорошие, неплохие персики, симпатичные, правда, должны полежать. Макс у меня любит по Евро-89, если я неправильно помню, в Риме. И они твердовастые, но мы взяли, потому что, например, Макс у меня любит твердые персики, а его мягкие полежат и будут в самый раз. Надо, надо, надо брать. Морковочка, селедочка. Где-то там у меня есть картошечка. Здесь у меня также еще есть свеколочка. И это у нас будет, конечно, селедочка под шубой так захотелось. Я, когда селедку делаю, всегда немножко вот этого масла отправляю на каждый слой самой шубы. Она получается такая сочная. А с черным хрустящим хлебушком, друзья. Кстати, неплохие огурчики. Сейчас в Римчике лучше, чем в Лидле, абсолютно точно. Более или менее стандартные по размеру. Хрустящие. Видно, что свеженькие, не замусоленные. Так что можно брать. Колбаска для ел. В школу делаю бутерброда. Она у меня вообще такая едунья. Очень много тратит энергии на танцев, поэтому колбаска нужна. Именно эту мы еще не брали, но у нее сейчас хорошая цена 2,99. А так она стоила что-то 3,79. И попробуем. Если будет хорошая, будем брать. Почему не попробовать? Молочко полтора литра. Моя самая любимая минералочка. Это еще Сан-Пелегринку люблю. Мангели с газиками. И кукахолушка животворящая. Вот сегодня она мне прямо очень нужна. Мне все, что с газиками, сегодня очень даже показано. Друзья, такая была распаковка. Боже, какая вкусная куковолушка. Как вам? Пишите, понравилось или нет? Считайте, дорого или дешево. Какие вы товары приобретаете в магазинах Риме, если у вас такие есть. И погнали смотреть влог. Какой была наша неделя, что было интересного. Обнимаю вас душой. Привет, друзья. У нас суббота. И мы с Евчиком едем к моим родителям по пути. Заезжаем в Пепко. Кое-что намерена Еву там приобрести. Нужно ее порадовать. Опять девочка моя температурит. Ну, вы, наверное, уже в шорцах видели. Уверена, что это психосоматика. Идем в машину. Покажем, что она там себе для радости купит. Естественно, может быть, в магазин вас возьмем. Буду снимать этот влог несколько дней, как обычно, как прошла наша неделя. Чем занимались. Думаю, что сделаю какую-нибудь распаковочку. Поставлю ее в начале. Наверное, вы уже ее смотрели. Вот. Сегодня иду на юбилей. Иду на юбилей. И поэтому везу Еву к родителям. Она побудет там. У нее 37 стабильно держится. Поэтому планшет в руках, чтобы ребенок вообще ничем не занимался. А ты вообще поздоровалась с людьми? Только быстренько говорю, привет. Ну. Пошли тебя лечить. Удовольствие от шопинга вылечить любого. Распугалась. О, уже. Все готовятся к... Господи, как его? Напишите мне. Это 15. А у тебя лимит 4. А вообще-то твоих у тебя только евро 75 или евро 77. Ну, не 15 евро. Не наглей. Что вот это такое? Это такая... Раскопка? Да. Это надо искачать. Это стоит 9. Ты еще не накопила. Так, это стоит 5. Ну, пожалуй, на 5 ты тоже можешь рассчитывать. Чего? А это 6 евро стоит. Ну, на 6 я тоже могу тебе добавить. Тогда вот эту берем. Выбрали. Аллилуйя. Так, а что здесь? Ой, какая красота. Какие цвета приятные. Ну, по качеству так себе. И это дорожка. 40 на 150. Это как раз ко мне на кухонный стол пошло бы. Стоит 4 евро. Можешь взять. Ой. Не слипь меня ноги отсюда. Я мечтала о этом. Чтоб у всех были вот такие вот мечты. За 4 евро. Ева, гениально. Как хорошо, что я привезла тебя к бабушке. Можно с ума сойти от этих звуков. Я пока ехала в машине уже. Посмотрите, какие красивые. Какой огромный букет. Купила вот к юбилею сегодня. Чтобы пойду. Была на базе у нас здесь. Рядом с моим домом. Недалеко. Прямо в Мэстерсе. Шикарнейшая база цветов. Боже. Я просто не могу поверить собственным глазам. Какая красота. Но это еще не все. Вы сейчас будете просто в шоке. Я купила дерево. Пришла. Говорю. Мне цветы и розы. Они говорят. Ну вот там вот. Идите, смотрите. А магазин закрывался. И я поэтому бегом. Там уже сониматься не стала. Прихожу на кассу. Говорят. Не хотите купить дерево? Я говорю. Да вроде нет. Они говорят. 4. Ну 5 евро. Грубо говоря. Видите. У меня голос даже трясется. Я говорю. В смысле? Вот это вот огромное дерево. За 5 евро? Они говорят. Ну да. Я говорю. Вы знаете. Даже если оно мне не надо. Оно мне надо. Я его естественно купила. Ну. К будущему переезду. В самый раз куда-нибудь в пентилю. На самом деле. Я сама с себя валяюсь. Ну красивая такая пармочка. Шопинг. Ну все. Ну как и было. Не взять. Можно сказать? Ну конечно. Цветы. Вообще потрясающие. Девочки, мальчики. Я готова. В руки. В руки. И еду на день рождения. Как я вам? Как я вам? Как я вам? Стрелки крутятся все быстрее. Стали звезды на год взрослей. Лиц сорвался с календаря. Но не стоит грустить зря. Всем доброе утро. Уже воскресенье. Вчера гульнули как следует. Живую музыку я не дождалась. Какая-то была латышская компания. Да. Были мы в ресторане Saint Black. Народу. Вообще полный ресторан. Еда такая современная. Вкусненькая. Нарезки там. Все чего только не было. Я брала морепродукты. И было очень даже прекрасно. Ну как всегда особо ничего не ела. Потому что я не знаю. То ли запахи, когда много еды. То ли что. Реально не могу есть. Поклевала, поклевала. Зато шампанского выпила по-моему в ведро. Вкусно так было. Хорошее было. Очень шампанское. Вот. Сейчас. Сейчас выспалась как следует. И еду за Евчиком. За Максом. И у меня есть хорошие новости. Сегодня. В этом блоге вы их уже знаете. Но я с вами буду делиться только завтра. Когда уже все-все-все-все короче. Сегодня по плану у меня шопинг. Ну какие-то домашние дела. Я кстати вчера перед тем, как я на праздник еще успела полыбку мыть. Помощницы моей давно не было у меня. Наверное она занята. Ну вот обычно раз в две недели. Я на последнее время раз в три. Короче намываю полы сама. Вот. Что накупим покажу. Не знаю будем брать вас в магазин или нет. Посмотрим как там с народом. Другой раз в магазине снимать не очень. Кстати. Несмотря на то, что я так давно снимаю. Мне в принципе. Люди оглядываются. Мне в принципе все равно. Но почему-то в магазинах я иногда. Ловлю какой-то такой неловкий момент. В общем еще раз. Люблю. Поцелую уже в это воскресенье. Погнали. К маме уже приехали. Смотрите как азалья уже отцветает. Сначала она была практически белая. Потом стала розовая. Сейчас вот такого интересного цвета. Конечно дерево какое-то совершенно сумасшедшее. Потрясающее. Помидорки у мамы уже заканчиваются. Ну что-то есть. Смотрите. Она мне все время говорит. Возьми помидор. Возьми помидор. Красота. Ну было в этом году достаточно много помидор. О. Красавчик. Мы пойдем за Евчиком. Ку-ку. Тема. У меня не под все ходит. Ага. Тема. Тема. Тема, мама. Тема. Ай, сколько любви. Ай-яй-яй. Ай-яй. Сколько любви. Ай-яй. Все дети в машину. Ахуратно не пачкай, пожалуйста, кресло. Макс, подмейся чуть-чуть вперед, пожалуйста. И первое, куда я приехала на шопинг, за подсолнухами. А база закрыта. Ну, я поснимаю для вас, что это за база и где она находится. Вот там улица, на которой стоит холозавод. Вот там викирнику. И здесь у нас во дворах. Ну, я думаю, что можно загуглить. Значит, заеду фабрика называется. Видите, на машине написано. Закрыто сегодня, но я вернусь завтра. И эти подсолнухи будут моими. Кот вот туда, в двери. Не знаю, когда вы увидите распаковочку. Сейчас. Или уже видели. Ну, шопинг нам, как всегда, понравился. В общем, опять сегодня потрастили кучу денег. Я не знаю, сколько нужно зарабатывать в Латвии, чтобы жить финансово совершенно свободно. Несмотря на цены в магазине. Напишите, как вы считаете. Вот ваша страна и сумма. Очень хочется сравнить, потому что у меня есть такое ощущение, что ну, тысяч шесть мне надо. Ну, так вот, чтобы свободно. Потому что все равно на цены смотришь. Все равно думаешь. Хотя, может быть, и такое, что сколько бы ни было денег, все равно их будет мало. Короче. Музыка. 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 Аня, что удивительно, ну вкусно. Давай салатик подложу. А у меня уже понедельник утро, смотрите, как я ловлю мошек, фруктовых. Кстати, классно работает этот лайфхак, почему нет? Надо пойти на балкон их вытряхнуть. Ой, камера не фокусируется. Мы с Евчиком сегодня выспались. Евка прогуливает школу и правильно делает, чтобы не болеть. Мы сейчас так вот туда, куда мы едем, куда туда, заговариваюсь. Куда едем, куда едем, все расскажу. Я не могу говорить сейчас, пока не будут поставлены все штампы. Сделаны все-все-все-все-все дела. Но смотрите, набирайтесь терпением. Так, что было вчера интересного? Ну, вы все видели. Сейчас буквально две, три, четыре, одна. Ой, сколько? Давайте. Три, два, один. Мой сын теперь студент. Вы можете нас поздравить. Только что, я бегу оперативно к колледжу, только что его приняли учиться. Мне позвонили в пятницу, я вся в мурашках, даже щуки в мурашках. Позвонили, говорят, мы ждем вашего сына, вы же хотели к нам поступить. То ли место освободится. Я не знаю, как это произошло, но я точно знаю, что все, что в нашей жизни происходит, оно происходит не просто так. К лучшему. Будет он учиться на бизнес-технологии. Вот, его колледж, и я безумно счастлива, если честно. Приехали в школу, и нас встретила, встретили мои подписчики. Я с дочкой захожу, говорит, какие звезды к нам идут, я аж обалдела. Девчонки, привет, я знаю, что вы меня смотрите. Вам сердечные приветы. В общем, все свершилось. Мне было очень жалко забирать его из той школы, потому что ему там очень нравилось. И школа красивая, и еще так встретили. Ну, вообще, ну все. Вот, сейчас, ну как есть, летим сейчас, отвезем сразу учебники, потому что нужно все дела решать сразу. Ничего не ждать. Вот такие наши новости. Я счастлива просто безмерно. Мы отмечаем. Мы с Евчиком решили поубедать, я бы сказала, даже поужинать, потому что уже 6 часов вечера, тактически. Шубку я вчера готовила на прямом эфире с тикток-чанами. Ой, была целая интересная история. Ну, приготовила, естественно, приурочив это к сегодняшнему празднику, событию. Прямо у меня, честно говоря, душа поет. Буду пробовать вместе с вами. В смысле, целая история была, потому что никак не хотела у меня вчера майонеза забиваться, но я, как обычно, добилась своего. Ну, в этом смысле. Не всегда все идет, знаете ли, по нашим планам. Так же получилось и, в общем-то, с техникумом. Терпение и труд все перед трудом. Так, хочу попробовать. Друзья, как вам понравился наш влог? Так много всего произошло за неделю. Я до сих пор в полном восторге. Макс студент. Вау. Сейчас я нахожусь на парковочке возле аэропорта. Меня сюда пригласили, они рассказать, потому что это что-то новенькое на нашем рынке. Я уверена, что среди вас найдутся путешественники. Именно для них-то мы и разыгрываем парковочку возле аэропорта Парк-де-Парт. Использовать можно один раз, но хоть целый месяц. Очень удобно все заранее забронировал и лети себе в путешествие со спокойной душой. Поехали. Наши плюсы – это защита от любых погодных условий. Вы под Паймой, машина под крышей. И под присмотром. Трансер 24 на 7. Меня забрал прекрасный, комфортный, новенький Mercedes. Посмотрим, как быстро мы доберемся до аэропорта. Обещают 7 минут. Добро пожаловать в аэропорт. Ваша парковка и путешествия ждут. Ждут вас, друзья, потому что я-то еду к своей машине. Мое путешествие в ближайшем будущем. И вы можете выиграть парковку для себя или для вашего приятеля-друга на неограниченное количество времени. Также вот по этому промокодику, который вы сейчас видите на экране, можете получить 15% скидку, если того пожелаете. Оставьте комментарий Парк-де-Парт. Лечу туда-то или дарю другу. И это все условия, друзья, ну не прелесть ли? Я очень рада, буду кого-то из вас поздравлять уже в следующую среду в прямом эфире на ТикТок. Ну, вполне возможно, что здесь я его тоже включу. Почему бы и нет? На этом выпуск подошел к концу. Пишите, если он вам понравился. Пишите свои Парк-де-Парт. Люблю, целую. И пока совсем скоро увидимся.